Привет, друзья! Снова на повестке дня компрессор. Опять я задачен повышением его производительности. Ну, если в прошлый раз мне просто делать нечего было, то в этот раз уже как бы прижало. Знаете, в чем причина? А в том, что наши любимые кэсовцы впаривают в гаражах. Ну, и для тех, кто якобы юрлится, ну или там ИП, неважно, электричество по цене аж в 5,50. И вот я как бы за три месяца заплатил 15, очумел и решил, что все-таки надо заняться компрессором, потому что методом статистики, так скажем, выявлено, что именно вот это чудо жрет электричество прям ложкой не пережевывая. Сейчас, основываясь на тех данных, которые были у меня в первых видео, я сейчас буду его перебирать. Тем более пришло время ТО и посмотрю, что можно сделать, там, убрав прокладки, насколько он очухается. Ну вот бошки сняты, честно говоря, и моя башка тоже заболела после этого. Смотрите, откуда-то взялась грязь. Этот цилиндр я руками трогал, а вот этот еще не лазил, не стирал грязь. Ну, видно вот отложение. Слава богу, вот есть место между прокладкой, ну, пустая область. Причем песочек какой-то, непонятно откуда, как он попал туда. Ну, вот печальненько. Надо фактически, вот если вы работаете с компрессором, то есть он работает на вас. Периодически все-таки напрягаться и снимать бошки, смотреть, что там внутри. Потому что вот этот песочек, грязь, его лучше убрать. Не знаю, сколько он вреда там натворил, но если его там оставить, он еще больше натворит. И здесь вот тоже в бошках, вон он, песок. То есть надо клапана промывать, протирать. И, к сожалению, я теперь уже, тавтология, жалею, что не замерил, сколько он качал по времени свой ресивер. Потому что, ну, явно тех параметров, которые он выдавал при прошлой разборке, он сейчас бы не повторил. Просто бошки были горячие и смысла такого сильного не было. Надо было ждать, что он остынет, а это достаточно долго. И поэтому я решил без тестового замера начинать разбирать. В общем, грязи много, едем дальше. Грязь очень печальна для ресурса, конечно. А чем ближе к исходу ресурс, тем, соответственно, и качать он будет хуже, компрессор. Но вот, посмотрите, вот это в МТ. Вот, не вру. Вот в МТ. Видно, сколько не доходит? Миллиметр точно не доходит. Плюс, вот здесь вот на бошках прокладка. Видите, она тоже, как бы, ощутима. Здесь, ну, не миллиметр, но полмиллиметра есть. Вкупе с тем вот, что вот здесь, получается, на миллиметра полтора, наверное, точно будет. Мертвого... Мертвого пространства по ходу поршня. И, соответственно, мертвое пространство вот здесь вот, где живут клапана. И это все уменьшает КПД, уменьшает наш КПД и жрет мое электричество. Сейчас будем с этим бороться. Растягивать удовольствие я не хочу, поэтому, смотрите, вот эту прокладку можно снять, не разъединяя поршень с цилиндром. Там кольца, там могут быть проблемы с установкой их. Зачем мне лишние приключения, когда можно вот так просто прокладку разрезать и убрать. Зачистить, аккуратно обезжирить, намазать герметиком тоненьким слоем, чтобы не пропускало. В конце концов, потом, если что-то пойдет не так, можно вот этот разрез прокладки поставить наверх. По сути, ведь это просто картер. Там просто... Вот происходят процессы толкания шатуна коленвалом. Ничего особо хитрого нету. И как бы герметичность стопроцентная нафиг не нужна. Тем более, что здесь есть даже сапунчик, который выводит излишки воздуха, которые прорвались сквозь цилиндр. Там зазоры в кольцах, там неплотности какие-то. Так, о том, что вон там надо все чистить, обезжиривать, я даже говорить так подробно не буду. Надеюсь, это ясно, что перед тем, как сделать герметичное соединение с помощью герметика, надо обезжирить поверхности. Я использую вот такой Abra Red. Он был раньше американский, потом вроде как стал китайский. Хотя здесь все еще написано USA. Ну, вроде качество такое неплохое. Раньше было лучше, но... Сейчас чуть-чуть похуже, но все-таки достаточно нормально. А вот такой, честно говоря, я несколько раз пробовал и не совсем понимаю, кто и для чего его покупает. Так. Вот здесь так сделано, интересно, что есть выемка, то есть паз. И, в принципе, если намазать герметик, вот как сделал я, на угол, внутренний угол, на, вот, получается, корпус цилиндра, а не на картер, то, в принципе, минимум герметика попадет в картер, а как раз, значит, состыкуется вот по этому месту. Все. Аккуратненько все это надо собрать и подтянуть. Само собой, пока все это делал, вот этот корпус цилиндра мог куда-то провернуться, не так. И, чтобы его поставить точно в то же самое положение, как он стоял, ну, можно вот такую идейку использовать. Смотрите, вентилятор подает воздух отсюда, и масло, которое выходит из цепуна, ну, оно все-таки выходит в воздух с маслом, оно ложится, в основном, вот на эту часть, а вот это остается более-менее чистым. То есть, грязная часть со стороны вентилятора. Все. И, в принципе, как бы, все-таки он притерся именно в таком положении, в таком и лучше его оставить. Вот соединение, посаженное на герметик, сразу до конца не обтягиваю. Вот притянул немножко, чтобы начало выдавливать герметик, ну, значит, его хватает даже лишнего, и жду какое-то время, потом он, когда немножко схватится, где-то минут через 10-15, дотягиваю до конца. Смотрите. Вот это в МТ, даже в МТ поршень чуть-чуть не доходит до плоскости. Ну, можно сказать, вот видна небольшая щель, зазор. Сейчас вот немножко подтянуть болты, и станет еще меньше, но все-таки, я думаю, останется. На головке деваться герметику некуда, поэтому слой прям очень тонкий, почти прозрачный. Так, вечерело. Все, бошки обтянуты. Все обтянуто. В картере плещется свежее масло. И можно попробовать запустить его, посмотреть, что-нибудь улучшилось или нет. Так, я ставлю на телефоне таймер, а вы просто смотрите, что получилось. Так, чтобы вас не напрягать, я немножко отвлекся и пересмотрел те видео, на которых этот компрессор еще в молодости, с новенькими цилиндрами, с притертыми клапанами. Так вот, накачивал он свое давление до отсечки в то время за 4 минуты 36 секунд. Ну, 4.30 где-то так. Ну, когда как. Плюс-минус чуть-чуть. В общем, сейчас он накачал вот этот ресивер 100 литровый за 4 минуты ровно. Это я считаю достижением. С учетом того, что он не стал моложе, у него в цилиндрах появились такие риски за эти годы долгие. Клапана я не притирал, а просто продул, промыл ацетоном. Все, 4.30 и 4 ровно. Это примерно, ну, процентов 10 не меньше от нового он поднялся. И вот от того состояния, в котором он был, я думаю, он поднялся процентов на 15-20 не ниже. И это стоило 2 часов работы. Но, отмечу, что вот вроде как головки начали чуть сильнее греться. Так это или не так, посмотрим в процессе эксплуатации. И вот эти фильтра, которые заводские, которые я поставил вместо того пылесоса, который мудрил, чтобы, ну, так скажем, не заморачиваться при переезде, они показали себя, видимо, не очень хорошо. Помните те первые видео, где он стоит со смешными вот сюда вот ушами, фильтрами от Галанта? Настоящие большущие автомобильные воздушные фильтра. Вот, наверное, придется вернуться к тому, к той первой конфигурации, какой бы она смешной не выглядела. Но, во всяком случае, такой грязи, хотел сказать, говна, уж извините, такой грязи в цилиндрах тогда не было. И, надеюсь, больше не будет с возвратом тех самых фильтров. Так, сегодня реально подняли производительность компрессора. КПД, скорее всего, тоже. Потому что, в принципе, вот на первых видео я там показывал диаграммы, когда вот, убирая вот эту вот мертвую зону, повышая компрессию, мы повышаем КПД, потому что она, эта мертвая зона, плохо влияет на рабочий ход. Блин, что-то я начал забалтываться. Все, в общем, если хотите, пробуйте. А как будет жить компрессор дальше и выдержит ли он, этот старичок, этот тюнинг, я напишу под видео. Пока нету там сообщения о его смерти, значит, он жив. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok